Всем привет, друзья! Меня зовут Руслан, вы на канале GBJ. Сегодня хотел бы показать вам запись экстрима, который проходил я. На самом деле, мне было чисто интересно, я, скажем так, как-то воодушевился вот этими роликами, которые я озвучивал, которые проходил Астрахера. И, собственно, решил то, что интересно, смогу ли я пройти экстрим сам. То есть, да, вот, не игравши полтора года на мыши, не игравши полтора года в ВВЗ, потому что, вы знаете, я играю на геймпаде, я играю в основном на Xbox. И даже когда я играю на ПК, я тоже играю на геймпаде, ну, по большей части. И, собственно, получилось достаточно эпичненько. Я бы так сказал, что это вообще получилось какое-то охеренное прохождение, в котором я сделал одну ошибку. И сделал я ее, в принципе, по большей части, потому что просто поспешил. Просто вот мне, я подумал, что это уже как-то супердолго затянулось. То, что я вот это вот бегаю в эту, как его, в этот коридор, там, где ящики надо носить. И думаю, возьму-ка я лишний ящик, то есть. И получилось то, что поймал я волну не там, где надо. Если бы я пошел бы в коридор, такого бы, конечно, не было. Ну, и там еще был один микромомент. Вот, не знаю, наверное, не скажу, что это было какое-то неправильное решение, которое я принял. Но я опоздал буквально там, я не знаю, на полсекунды до того, чтобы было все хорошо. Ну, в любом случае, если вы видите это прохождение здесь, и так все хорошо. То есть, что я только что сделал, я увидел то, что есть здесь сумка. Решил пойти реализовать шокер. Сейчас надо искать аптечку с ящиком, посмотреть здесь, потому что там, бывает, ИР-2 пушка лежит. И надо посмотреть здесь, потому что здесь достаточно часто распится ящик. Это, в принципе, мой стандартный маршрут. Я всегда так бегу, то есть, в большинстве случаев. Ты забегаешь сюда, байтишь этих, и расстреливаешь их через дверь, и дальше выходишь, и у тебя все хорошо. Собственно, хотелось бы сказать, что я вообще прошел. Прошел я эту карту с четвертого раза. Потом, после этой карты, я прошел с первого раза Нью-Йорк третий на Медике. Мне было интересно, смогу ли я мансить, как раньше. Но это уже будет отдельная история. И прошел Москву первую. Но фишка в том, что Москва первая, она не записалась. В плане того, что звук есть, а там темная картинка. Я не знаю, в чем эта проблема. У меня первый раз такое. И сегодня, собственно, это было вчера, я это все дело проходил. И сегодня вышла обнова, там, где добавили эту дубинку. То, что боты могут брать хэви. И сегодня, я думаю, надо это все затестить, короче. И решил, что надо пройти, попробовать еще раз Москву. И скажу, после обновы стало посложнее. Но Москва на самом деле вообще супер эпичный ролик. Там будет... Есть таран. Я решаю то, что не надо его шокировать. Надо увернуться. Потому что оно... Нет смысла проебывая девайс. На... В том пространстве. Где таран. Ну, здесь достаточно легко от него уворачиваться. Потому что он... Скажем так, как-то там... По супер траектории и побежать не спозже, так как он в лифте стоит. Нет. Собственно, скоро начнется самое прикольное. В принципе, здесь абсолютно все по дефолту. Можно так сказать, как по учебнику. То есть, я объясню некоторые моменты. Хотя вы их уже видели. Те, кто до меня давно подписан. Смотрел мои ролики. Как это все работает на палаче здесь. Дефить будем спереди. Потому что я на палаче абсолютно всегда там стою. То есть, это дефолтная, в принципе, позиция палача. Здесь убиваем всех. Есть ящик, который надо открывать, собственно, в случае, если тебя пробьют. В плане того, что у меня сейчас есть аптечка. Если я его открою, мне могут дать какое-то оружие. Что мне, в принципе, не надо. А в случае, если я потеряю хп, использую аптечку. То я смогу открыть этот ящик и достать из него новую аптечку. То есть, я думаю, логика понятна. Потому что, когда у тебя нет аптечки. То вероятность того, что тебе там дадут аптечку, она выше. Ну, здесь многие могут думать, что это рандом. То есть, да. Но здесь, на самом деле, рандома нет. Это все просчитывается, в том числе и с дефом истребителя. Ну, всю эту херню, в принципе, я рассказываю. То, что вот можно просчитать, когда тебе прокнет там, допустим, на второй деф. И ставить примерно вот какие-то там авто турели. Для того, чтобы увеличить шанс прок как раз авто турели. Здесь иду на классное место, где их можно рубить очень долго. Но застреваю на зомби. И на дефолтную позицию палача я здесь стою абсолютно всегда. Когда играю с людьми, когда играю с ботами. Ну, абсолютно всегда. Здесь тот местяк, который тебе позволяет драться. Вы знаете, то, что по большей части я пользуюсь именно ближним боем. Я стреляю достаточно мало. То есть, и вот получается такая история. Здесь достаточно, скажем так, далеко бежать до вас. То есть, вы можете увидеть всех особых, которые к вам приближаются. То есть, заранее. Ну, и плюс драться. Ну, в принципе, единственная проблема для палача. Это, собственно, бомбер. И этот, как его... И токсик. Как видите, все достаточно супер легко здесь дефить. Здесь даже можно и медиком стоять. И абсолютно любым классом. Единственная проблема в медике и абсолютно любом классе. То, что нет контроля. Если приближет таран, то все-таки это от него избавиться сложно. Вы, допустим, от него избавитесь. А вот боты нет. То есть, он переключится на ботов и пойдет вас убить. Бегу токсику. Токсики. Я их оглушаю, чтобы убить. Но получается такая история, что боты по ним постреляли. И уже здесь газовое облико. Бот один умирает. Здесь абсолютно все равно на этого бота. Потому что я здесь могу убить абсолютно всех. Я когда-то планировал эту карту пройти соло. То есть, вообще без ботов. И здесь, ну... На этом месте палач может соло убить абсолютно всех. То есть, ну, вообще без шансов для них. Без ботов. То есть, ну... Единственное, что получается такая история, что пилы у тебя остается всего ничего. И именно проблема по большей части прохождения здесь соло палачом. То, что ты можешь здесь пустить всю пилу. То есть, и дальше будет сложно без пилы. То есть, на втором дефе, если не будет пилы, то... Ну, ты не понимаешь, что тебе делать дальше. Как тебе дальше драться. С учетом того, что у тебя весь билд, в принципе, на ближний бой. Ну, и получается вот такая история. Именно вот это вот, скажем так, проблема проходить с палачом соло. То, что далеко не всегда прокает пила. Но с ботами здесь ты не столько тратишь пилы, сколько соло, конечно. Поэтому здесь можно на одной пиле пройти всю карту. Собственно, вот он ящичек, друзья. Сейчас вот, обратите внимание, я сначала сливаю аптечку для того, чтобы открыть ящик. И здесь должна выпасть еще одна аптечка. Как я и говорил, никакого рандома. Опять же, сливаю аптечку, потому что там будет ящик, и опять с него должна выпасть аптечка. Ну, смотрю, что здесь есть. Есть автотройль, есть пулемет. Опять же, смотрю примерно, как бежать, что где лежит, потому что в моей выгоде ставить деф там, где, скажем так, побольше хэви. Чтоб я мог, допустим, поменять хэви, отстрелять его, потом снова взять пилу. Ну, я советую вообще, в принципе, на всех картах не торопиться, там, где тебе позволяет эта, собственно, карта. Решаю то, что будет дефить здесь. Есть электричка. И, собственно, будет все более-менее нормально. Здесь может вообще супер прокнуть, в плане того, что у тебя будет автотройль, электричка, две колючие проволоки, и при таком раскладе ты палачом можешь здесь вообще все убить соло без проблем. И вот опять же тоже, когда проходишь соло без ботов палачом, то очень важно, что прокнула электричка, потому что если не прокает электричка, то, ну, ты просто это не пройдешь. Ну, суперсложно. То есть там тараны, бомберы, вся эта история, то есть, которую ты как бы не контришь. Ну, ясен, хрен, то, что это можно все застрелить, то есть, да, в теории, но это суперсложно. Меняю я оружие, не очень я уважаю этот дробовик, на самом деле. Он неплохой, то есть, да, вот, если его бафать, то есть, да, вот, у истребителя есть баф дробовика, у палача есть баф дробовика вот этого, и, если, скажем так, он усиленный, он силен. То есть это, действительно, хорошее оружие, при условии, если оно усилено. Ну, собственно, начинается волна, надо отстрелять пулеметик. Потом отстрелять винтовочку. Винтовочку я, если памятки подводят, взял для того, чтобы убить ресторанов. Что-то такое. Могу ошибаться, я уже, если честно, не супер помню, потому что их проходило-то вчера. Очень мне не повезло то, что два пулемета. Здесь, на самом деле, колючая проблока смотрелась бы намного лучше. Начинается РСП особых, и... То, на что обязательно надо реагировать, и то, для чего я брал, в принципе, всю эту историю. Здесь я получаю просто кучу плюк. Я, на самом деле, в действительности не рассчитывал то, что меня они будут окружать. Я думал, они ботов будут бить. И надо идти за бензой. И переключаться на ближний бой. На самом деле, это была ошибка. Я недооценил то, что они сагрены на меня. И нас тут найдем браться. Здесь есть один момент, то, что... Вот боты идут за тобой. То есть, и снизу часто выбегает бомбер. Вот, собственно, и конец. Меня, на самом деле, удивило то, что здесь вот эта вот волна РСП церковь, то есть, да, которая... Убиваем бота для того, чтобы его полечить. Вы знаете, я такое практикую. И, собственно, начинаем лечиться. Думал его забайтить, но, собственно, он не байтится. Прикольную штуку сделали, вот эти бинты. Реально прикольно. С учетом того, то, что вы, в принципе, вот так, если вас пробили там как-то, вы можете брать эти бинты, драться, они будут хилить, то есть, ну, и... В целом, получается, все удобно. Но оно намного быстрее, чем использование аптечки. Опять же, аптечка. И, собственно, идем... Вот эту всю историю проходить. Я не помню, чтобы раньше здесь был вот этот трек, если скажу честно. Здесь раньше ты, как бы, выбегал, все спокойно обыскивал, и, ну, никаких проблем не было. Ну, здесь все просто. Я сейчас просто иду их рубить. В принципе, весь геймплей здесь стоять перед ботами, просто-напросто танковать. То, что я обычно делаю, когда мы с ребятами играли, мне просто оператор давал дрона, и я себе спокойно стоял вот эту всю историю, вырезал, а ребята сценивали. Я думаю, вы видели, скажем так, какие-то мои игры на палаче, как это все работает. То есть, я становлюсь в какое-то такое место, что просто через меня не пробегали зомби к тимметам. И стою там, в принципе, везде. То есть, я мало стреляю, очень в волну. Ну, то есть, друзья, вы это все видели, тех, кто на меня подписан, тех, кто смотрит все мои ролики. Ну, а кто не смотрел, собственно, заходите в плейлист ВВЗ, там достаточно много. Я там, по большей части, эту всю историю рассказываю. Где стоять, как стоять, что делать и так далее. Надо активировать эту хрень. И, собственно, сейчас все дефолтно. Взял ящик, побежал наверх. Взял ящик, побежал наверх. Сейчас будет сразу респ, после того, как вы поговорите с этим чуваком через какое-то время. Поэтому лучше туда не заходить сразу же. И вот вся фишка, друзья. Я просто стою перед ботами, боты стреляют, помогают, а ты, собственно, просто рубишь. Говорится, ничего сложного. Забираем первый ящик. Здесь есть обратить внимание аптечка. Даю ботам команду это все забрать. Скинули ящик и наверх. И вот так вот это проходится вообще без проблем. И все это знают, и я это знаю. Но потом я решил, что ролик как-то подзатянулся. И надо побежать лишний раз. И там, собственно, у меня и начнутся проблемы. Услышали бомбера, сразу же отреагировали. Он все взорвал. И дальше рубится. В принципе, дефолтный мой геймплей. Это всегда экшово, именно поэтому мне не нравится класс плач. Начинаем монсити от крыс. Есть ящик А2. Я тут подумал, что у меня дробовик. Дробовик он не дальний, поэтому надо брать два дробовика. Какая-то херня. И все, и наверх. Вот так эта карта проходится вообще без проблем. Добавляем. 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 И сейчас, собственно, надо в следующую дверь. Следующая дверь у нас здесь сверху. Очень не люблю эту дверь. Она геморная, там супер далеко бежать. КОНОС. Американцы, ман! ЛОСТЬ ВЕЛОС. ЛОСЬ. Оно, у нас есть황ови. ПРО ВЕЛОДА. СТОНЫ. но решила надо бота полечить чтоб все целые были забираем ящик и на топе видите здесь на супер далеко бежать просто вот супер далеко бежать ты спускаешь всю синюю полоску еще даже не выбежав с этого помещения сейчас я на пытаюсь максимум сохранить синие полоски чтобы сразу на побежать наверх у меня тут мысль появилась может боковушечку открыть то есть я то все равно смогу их всех зарубить без проблем потом думаю лучше это не делать потому что вдруг ботом сзади бомбер какой-то забежит это будет сложно браться на две стороны опять же приоритете просто бомбер все получилось неплохо при том что я реально знал то что ну в плане я мог его глушить шокером но я понимал то что он там уже остался один и сейчас его боты добьют если он даже меня схватит здесь чудо им просто чудеса им а я вот думаю мне можно в киберспорт вообще без проблем мне кажется то что я уже объективно даже на геймпаде лучше играю чем на мыши потому что но здесь вы как бы видите палача да то есть я здесь не супер много стреляю но там где другие мои прохождения всего 3 то есть там где стреляют там уже вообще все херово я даже сам понимаю что стрелять я тупо разучился ясен хер если поиграть принципе какое-то время то как бы эта игра не какая-то супер аимозависимая но тем не менее здесь вот я иду собственно в эту историю и вот почему не пойти и не постоять на сверху но здесь меня пронесет здесь я просто всех зарублю на все будет окей но я потом пойду так же во второй раз во второй раз там уже будет бомбер который косанет всех собственно сейчас вот после этого ящика будет файл что самое интересное друзья я вот смотрел там чужие игры да и не раз вот говорил за эту тактику и сам когда проходил я вам рассказывал за эту тактику то есть сдал ящик пошел постоял сдал ящик пошел постоял то есть без самодеятельности это все проходится вообще без проблем вот я думаю я ж только их убил они ж не должны сейчас так быстренько респица то есть и вот это вот будет моя ошибка я просто супер быстро сдал этот ящик поэтому мне показалось то что я все это успеваю но не тут то было и здесь я понимаю то что несмотря на то что я глушил бомбера и на вот опять же фишка в чем я поднимаю бота вот буквально я не знаю доля секунды вот меня сейчас поднимет я все разрулю о чем я надумал в тот момент то что мне надо поднять бота чтобы поднимал всех остальных пока я всех их убью на самом деле я мог без проблем всех сам убить но я просто не хотел что боты все слились я думаю блин если я успею поднять бота бот поднимет всех остальных и будет как бы классно я в любом случае этих всех убиваю но на самом деле я вот скажу честно напишите в комментариях вот правильно я сделал или нет на потому что с другой стороны я мог эту толпу убить сам то есть но были бы минус все боты и с одной стороны если мне хватило времени да вот если я не упал то есть я бы оттолкнул оглушил там шокером и в принципе дело бы пошло бот бы всех поднял но на как видите я просто тупо по времени не успел там получилось то что передних оглушила зомби и когда я начал поднимать я ожидал то что они все оглушены а там сзади прибежал быстрый который собственно не был оглушен по которому не попал шокер и у него было все хорошо как видите получше чем у меня сдаем ящик и сейчас опять же вот ошибка почему не пойти наверх не постоять но я думаю нет я успею здесь добежать то есть там есть ворота и на принципе в этих воротах я это все дело дефну я здесь скажем так не встрял то есть да я все успел но могла быть ссылаться то что скажем лучше так не делать потому что я побежал чисто на рандом что эти ворота открыты потому что если там была закрыта у меня бы дела были явно хуёвые здесь все просто еще дальше здесь надо просто взять ящик пойти отдать и короче херни я натворил на самом деле но получилось достаточно фаново я не знаю получил и удовольствие от того что со всеми подрался как старые добрые и нам получилось вот такое вот прохождение друзья следующая будет на медики поэтому собственно подписывайтесь ставьте лайк жмите колокольчик друзья чтоб не пропустить если вам конечно такое интересно и хотел бы сказать то что будет выходить в будущем выходит на классный кооперативный шутер от бефезды то есть кто не знает что за контора это создатели skyrim то есть но это серьезная компания и там вот как раз будет тоже кооперативный шутер на четверых только там не против зомби а против вампиров я думаю то что я его будущем записывать и советую вам принципе присмотреться к этой игре кто любит такой жанр потому что ну игра его ожидается классная но во всяком случае то что я видел скажем так в трейлерах это интересно то есть там есть и стелс там есть и навыки и большое дерево прокачки то есть и вся эта история я думаю то что если игра зайдет выйдет достаточно много гайдов по ней как и по вывоза но на сегодня все я надеюсь это было интересно спасибо за просмотр друзья подписывайтесь ставьте лайк жмите колокольчик всем пока